Например, беззаконные бомбардировки Югославии в 1999 году, в том числе с применением боезарядов с обедненным ураном, которые впоследствии вызвали всплеск онкологических заболеваний, как у сербских граждан, так и у натовских военных. Джо Байден был тогда сенатором и не без гордости говорил на камеры, что лично призывал бомбить Белград и разрушать все мосты на реке Дрини. А теперь посол США в Белграде через средства массовой информации призывает сербов перевернуть страницу и перестать обижаться. Насчет перестать обижаться США накопили богатый опыт. Япония уже давно стыдливо молчит о том, кто же все-таки бомбил Хиросиму и Нагасаки. В школьных учебниках об этом ни слова. Недавно, как вы знаете, на встрече «Семерки» Энтони Блинкен пафосно сокрушался о страдании жертв тех бомбардировок, но не сподобился упомянуть о том, кто их организовал. Таковы правила, и никто не смеет перечить. После Второй мировой войны были десятки преступных военных авантюр Вашингтона без каких-либо попыток заручиться многосторонней легитимности.